Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы поиграем в доту. Точнее, я уже поиграл и понял, что когда играешь, комментировать просто невозможно или идет дикий слив. Я сделаю это видео лишь для того, чтобы попробовать, как оно пойдет на канале. Если вам понравится, комментируйте, подписывайтесь. Ну, все как обычно. В принципе, я хотел бы только уяснить практику игры некими героями. Потому что сам-то я в доте нуб полнейший. Это 55 поражений и 35 побед. Это днищинская просто стата. И вообще играю я в доту мало. Ну, хотелось бы просто услышать ваши комментарии. Мой начальный закуп это танго, щит и топорик. Топорик мне понадобится за фарма в лесу. Ну что ж. Вот, собственно, игра и началась. Я выбрал Фантом Ассасина и первым скиллом прокачал даггер. Довольно-таки имбовая способность. И будем смотреть, как игра пойдет. Со мной на топе вижу бегает драконь и рыцарь. А против будет снайпер и баррак. Прекрасно. Я вот так вот буду переключаться через некоторое время. Буду показывать вам мою сборку и прогрессы в игре. Вот только что хотел загангать снайпера, но не получилось. Может сейчас что-то пойдет. Стой, падла. Стой, сучка. Ну. Ай, блядь. Увлекся. Перебор. И подарил. И подарил 418 золотых. Ну прекрасно. Нуп. Что поделаешь. Да, я самокритичен. Спасибо. Нам уже пытаются пронести башню. Подонки. Сейчас попробую захерачить этого снайпера. Ну и опять бара приходит ему на помощь. Подонок. Все никак не отдает мне снайпера. Ну ладно, сейчас я его достану. Иди сюда. Иди под тауэр. Ладно. Качаемся потихоньку. В лес пока еще не иду. Нету смысла. Ну как, смысл есть. Просто еще критов нету. Я не смогу жить там. Так. Сейчас мы будем его доставать. Иди сюда. Так, вот и первый фраг. В этой игре. По-моему неплохо. Ну он какой-то нуд. Что-то он там затупил. Не хилился. Вообще странный какой-то попался. Снайпер. Так, что-то они тут озверели, эти ублюдки. Сейчас походу забьют нашего дракона. Так, путь пришел. Иллюзия. Ну вот, моя сборка на шестой минуте. Это сапог. Это топорик. И это щит. Я щит буду собирать дешевый. А сапоги буду собирать спейсбутс. Потому что пауэр тридц мне как-то не по теме. Мне главное догнать, вломить. А там уже все решится. Само собой. Все дальше решит ульта. А, давайте пока тут идет замес такой небольшой. Я расскажу вам про скиллы фантомки. Ну, для людей прошаренных тут ничего нового нету. Этот даггер, который на максимальном уровне замедляет на 4 секунды на 50%. При этом нанося 200 урона. Это довольно-таки неплохая штука. Блинк. Который просто разрешает нам Который просто разрешает нам догнать. То есть, для эскейпа он Плох. На самом деле. И один из лучших скиллов фантомки Это ее ловкость. На максимальном уровне Уклонения ее Будут составлять 40%. И по ней Ну, что там. По ней попасть-то сложно без башера или Манки Кимбара. Ну и ульта. Критический урон 450%. С вероятностью 15%. Это, по-моему, офигительно. Вот моя сборка на 9-й минуте. Так, ну и вот, я наконец-то Получил 6-й уровень. Сейчас прокачаю ульту. И сейчас сразу увидите Изменения, которые произошли. Видите? И сразу пошли криты. И не простые криты, а на 287. На 283. Нормально, правда? Вот поэтому мне и нравится фантомка. Вот, наконец-то, на 11-й минуте Я собрал нищебродский щит. И теперь можно качаться. Да, тут не прошла моя схема. Ну, ничего. Дальше я буду собирать Сашу-Яшу. Для начала Яшку. Для того, чтобы у нас урон-то был повыше. А дальше по ситуации. Сейчас я тут влетать собрался. Ну, путь чё-то какой-то невосприимчивый. Решил напасть на меня сам. Блин, для настхита он просто великолепен. Ну, даже для стила. Давайте говорить откровенно. Я тупо его застилил. Но это принесло мне деньги. А на всё остальное, в принципе, насрать. Так, чё-то тут всё нерадужное, так скажу. Фантомка, она тем и хороша, что быстро бегает и, когда надо, резко убивает. Но тут всё обошлось без потерь. Попробую ещё гулю загасить. Ну, видите, какая срань-то тут получается. Нет, надо убегать. Пока есть возможность добежать. Вот, снайпер разошёлся, тварь. Попробую всё-таки кончить этого ублюдка. Рейки застилил. Ну, да, это не важно. Тут главное его убить. Так, уйдёт, не уйдёт. Уйдёт. Ладно, хер с ним. Вот, смотрите. Я собираю Сашу-Яшу, потому что она мне даст скорость передвижения, скорость атаки и довольно много урона. Я не собираю Баттерфлай только потому, что он стоит 6 тысяч, и он мне пригодился бы только для долгой игры. Но долго играть не получается фантомкой. Либо потому, что мы проносим, либо потому, что нас проносит. Как всегда. Это дота. Сейчас попробую ворваться, так сказать, в замес. Убить этого ублюдка, который нас там бесит на фланге. У нас уже почти пронесли башню, так что надо что-то с этим козлом решать. С критами и сироном у меня уже всё нормально. Поэтому с ним надо кончать. 2-1. Нормально. Пока счёт нормальный. Тут сейчас попробую сходить на Хаос Кнайта. Довольно имбовый такой персонаж. Как видите, у меня уже есть Яшка. И он мне должен с этим помочь. Я не знаю. Он посильнее. Он 11-й уже, подонок. Сейчас мы что-то с ним будем делать. Он, конечно, опасный за счёт его ульты. Ну и стана. Но попробуем разобраться. Криты меня очень часто выручают. И это шикарно. Пошёл он по всему качаться, да? И он ультанулся. Хорошо. И вот тут я его спалил случайно. И пришлось бежать, потому что он был под ультой. Вот стан. И только благодаря тому, что я быстро бегаю, я от него уйду. Видите, всё, у него нету ни маны, ничего. Он не сможет меня убить. Ну ничего. Я ему ещё отомщу. Видите, я ушёл сверху и пронесли. Ну хотя, может быть, ситуацию я бы и не поменял, но всё равно обидно. Я бросил лайн. Ну вот, я снова бегу мстить хаосу. Точнее, бегу только мстить. Это второй раз встреча. Ну и вот. До свидания, милый друг. Пока моя команда тут потеет, замес идёт. А я тут все спокойно отдыхаю. Вот такая я, сволочь. Как видите, довольно удобно качаться в лесу. То есть, без проблем. Помогают и криты, и топорики, и вообще без балды. Накалывать можно просто всех. Пока там идёт лютый Батхёрд у кого-то. Вы себе спокойно качаетесь, повышаете уровень. А потом приходите и нагибаете опять же всех. В принципе, я пока держусь в районе. Одиннадцатый уровень. Пока Хаоск Найт тут перекачался что-то. Но он один стоит на лайне. Нормально его, проще говоря. И так, вот пока я фармил, Сашу Яшу насобирал. Это у нас 23-я минута. Ну, в принципе, теперь я буду собирать Дедалус. Но сначала Кристалис. О, бежит мясо. Бежит. Красавчик. Смотрите, что делает. Вот скотина. Стилем. И этого тоже у Порыша. Мочим тут. Охереть вообще. Ублюдки. Вы видели? Так вот, я тут пересмотрел свои взгляды. Придется собрать Башера. Ибо у нас есть вот такой вот вороток, как Спирит Брейкер. И с ним могут быть проблемы. Ну, микростан его успокоит, я думаю, быстро. Ваша основная задача, по крайней мере, моя в этом бою была, это постоянно качаться, 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 качаться. Держаться на приблизительно одном уровне со всеми остальными, или, если повезет, даже выше стоять. Потому что это такой персонаж, который должен быть всегда выше, чтобы нагибать все и вся. Так, тут все довольно грустно, но посмотрим, как оно будет. Надо влетать в Пуджа. Так, теперь у нас будет Гуля потерпать. А, Сирена Песня, полегче. Так, сейчас Гулю заберем. И теперь Хаоск Найт. Выродок тупорылый. Нашел, куда влететь. Так, ну и пара. Не спеши, не спеши. Вот, собственно, в одном замесе разобрали всю команду. Ничего, нормально. Криты тащат, как говорится. Ну, и я один тут тащил, тут еще Рики подсобил. Драконий рыцарь. Кто этот, этот, этот так и ходит. О, а Пудж-то у нас нуб без бутылки. Ой-ой-ой. Ладно. Так, сейчас снайпер у нас потерпит. Поделили. Обидно немножко. Так, сейчас лайфстиллера придется кончать. Но мы займемся, пожалуй, не этим. Мы побежим на базу. Заберем Башера. Ибо Кура занята. Козлы. Ну и Херстни. Еще и Куру убили нашу, суки. Из-за этого жреца. Он, блять, выродок. Ну ничего, сейчас у меня будет Башер. Сейчас все будет еще круче. Включение с полей очередное. Ну смотрите, какой сволочь какая. А кого это он полетел, а? На жреца? Ну ничего. Сейчас мы его догоним. Ноги-то пообломаем. Этому ублюдку. Вот, молодец, Рики. Сейчас посмотрим. Видите, я уже кристаллис собрал. Ну это почти что сороковая минута. Надойдалось, я думаю, мне не хватит времени. Ну ничего, тут уж как пойдет. Так, надо влетать срочно. Так, еще одного я застилил. Прекрасно. Пока разбираемся. Счет, как вы замечаете, 13-1. Меня до сих пор не убили. Главное вовремя убегать. Это самое главное. Рики ведет. Ну у него по смерти херово получилось. А так лучшая стата. Нормально, идем. Сейчас заглянем. Тут у нас как раз путь ждет. Вот он, смотрите-ка. Малыш, ты куда? Стопэ. Ой, Бара. Бара, полегче. Надо убегать. Это он нахер сожрет сейчас еще. Иди в жопу, влюбок. Слышишь? Но меня мои у вороты спасают. Было бы еще баттерфлей, а хер бы он по мне попал. Скотина. И ни одна ж падла не поможет. Ну, скрылся я от него. А то бы обломал мой суперстрик. Выродок. Ну, собственно, еле-еле душа в теле. Мы на базе. У меня уже денежек хватает на демонейдж. Можно пойти и затариться уже по полной. То есть, получится почти фуловый закуп. Сенсор, конечно, особо в этом нету. Но тут, видите, по жесткому проносят вражескую базу. Мид уже пронесли. Сейчас и до трона доберутся. А эти выродки все лежат. Ну, что ж, не повезет мне, значит, полностью собраться. Хотя, в принципе, я уже и так нагибаю неслабо. Но это все равно такой персонаж, что... Соло против некоторых очень тяжело. Против других... Как-то вообще, понимаете? То есть, ни в какую персонажа. Просто подошел, три раза ударил, сдох. Все просто. А вот такие, как Бара, блин, они... Реально, за счет своих способностей, то есть, оглушать там вот эти микростаны ихние, это довольно-таки херово. Ну, собственно, моя финальная скупка. Ну, в ней уже, как бы, смысла нету. Рикки там просто свирепствует, по-моему. 23-2, да. Наклепал он себе фрожков на базе. Ну, он этих фрожков там щелкает как надо. Вы посмотрите. Абисом включил, и все, и рвет всех. Вот и все. Вот такой вот бой получился, в принципе. Я тут даже не успею дойти. Но это и не важно. Все уже все равно с ихней базы лежат. Бедняги. Сейчас просто еще заценим стату. И все. Так, ну, всякие оплюшечки тут раздает. В принципе, неплохо я сыграл. 14-1. Для меня это даже очень хорошо. 102 крипа добил. Нормально. Сборку почти полностью реализовал. Ну, там еще можно по ситуации собирать, конечно. Можно вместо еще к башеру Abyssal Blade сделать. Или уже Monkey King Bar. Ну, что ж. Вот такой вот получился бой. Как вы видите, я на самом деле нублон. Это не был гайд. Это была просто моя игра в доту. Довольно хорошая игра. По крайней мере, в этом бою. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Марс. До новых видео.